Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 декабря, я продолжаю описывать различные сорта томатов и указывать подробные характеристики, которые, возможно, повлияют на ваш выбор. Напомню, что на прошлой неделе я рассказывала о многих сортах, которые крупноплодные, но которые можно вырастить в открытом грунте, даже у нас в Сибирском регионе, получить хорошие такие 500-граммовые плоды. Потом сегодня я рассказывала о томатах, которые можно получить спелыми, тоже в открытом грунте, но чуть пораньше, чем те крупноплодные. И вот сейчас последнее видео было о томате буян, который вообще очень скороспелый, неприхотливый, но плоды у него тоже достойные, могут быть до 200 грамм и очень вкусные. Все ссылки на предыдущие вот эти новые видео я в описании к этому видео размещу. Ну а сейчас тема совсем другая. Вот как я уже говорила, Лилия Вальтер у меня еще зимой спрашивает, ой, еще летом спрашивала, сейчас зимой, ее интересуют, какие плоды, ой, какие томаты вот одинаковые и по форме плодов, и по вкусу, и по характеристикам. Потому что людям это нужно знать для чего? Для того, что придя в магазин, вы смотрите один, другой, третий, наберете разных названий, а потом окажется, что это совсем совершенно одинаковые томаты, которые, если бы вы не знали, что вы высадили из разной пачки, можно было бы вообще спутать. Таких томатов очень много, великое множество. Сейчас я расскажу о самых вкусных двух сортах, которые можно взаимозаменять. То есть, если вы купили один, второй можете уже не приобретать. И если у вас тот есть, то вы второй этот уже не ищите. Ну, почти одинаковое все это. Но небольшие различия есть. Сразу оговорюсь, снимаю это видео не для того, чтобы заказчиков к себе как-то подтянуть. Заказы уже не принимаю. Уже приняла и летний пакет полностью сформированный, зимний пакет. Теперь буду рассылать то, что есть. Это только в просветительских целях. Чтобы наши новички не запутались, ни что-то лишнюю работу не сделали, не разочаровались. Сегодня главные герои этого видео, два сорта, которые называют самыми вкусными, самыми сладкими томатами. Это, конечно, южный загар и Кенигсберг золотой. Это не значит, что они лучше и сладче других. Но вот именно в своем классе, вот со своей формой, со своим цветом, именно эти два сорта все называют, что они очень похожи, что их можно перепутать. У меня есть много видеороликов летних. И южный загар я показывала, и Кенигсберг показывала, дегустацию нынче показывала обеих сортов. Обоих ли сортов, не важно. Оба сорта были на дегустации, короче. И они оба поражают своей сладостью. Но замечу, что это такие вот желтоплодные, оранжевые томаты. Я уже устала говорить, но повторю еще раз. Это те сорта, которые, они генетически предрасположены к образованию повышенного содержания вот этих сахаров. Если рядом вы высадите красный и вот такой желтый или оранжевый, то скорее всего, 100%, что желтый и оранжевый, будет чуть-чуть немного сладче. Эти сорта оба индетерминатные. Они оба требуют повышенного ухода. Они вырастают метр семьдесят. Ну, смотря где. В теплице могут вырасти и до двух метров. Они имеют одинаковые формы плоды, вытянутые, как бы перцевидные, крупные плоды. От яруса и от номера кисти зависит. Внизу могут быть и 300-350, могут быть огромные вот такие. Дальше могут быть 180 и 120. И на верхних кистях они образуются вообще как пальчиковые, такие небольшие. У нас в сибирском регионе, вот у меня последние кисти, они даже не успевают вызревать. Но я их снимаю, укладываю на хранение и они еще хорошо хранятся. Потому что перцевидные томаты, вот такой перцевидной формы, они лучше хранятся, чем бифтоматы крупные. Что мы можем о них знать? Должны о них знать, что они высокорослые, что требуется пасынкование обязательно. Формирование вот этих количества плодов и пасынки, и прищипка верхушки, все это нужно делать. Обычно ведут в два ствола. И из различий, вот Кенигсберг золотой называют очень урожайным сортом. У него такая урожайность, вот у меня есть видео, где вот они буквально улеплены кистями. Если не соврать, то производитель даже называет до 25 килограммов с метра квадратного. Это хорошая, высокая урожайность. А вот про южный загар, я точную цифру не читала, по-моему, нигде. Но люди говорят, что у него все-таки урожайность меньше, чем у Кенигсберга золотого. Я еще раз повторю, я никогда не взвешиваю. Но на вид Кенигсберг золотой, он кажется, что у него более многодетные вот эти вот кисти. Поскольку-то там по 5, по 4. А если южный загар, он 3-4. И вот эта разница в один плод на каждой кисти, она, конечно, немножко за весь сезон набирает разницу. И южный загар можно назвать менее урожайным. И еще Кенигсберг золотой, несмотря на похожесть с южным загаром, вот на идентичность полностью и по характеристикам, и по форме плода, и по вкусу. Могу сказать, что по вкусу они совсем не различаются. Но все-таки Кенигсберг золотой, он выведен специально для сибирского региона. То есть это сибирская селекция. Он специально был адаптирован к нашему холодному климату. И он прекрасно плодоносит, вызревает в открытом грунте. А про южный загар написано, что он для открытого грунта в южных регионах, а для нас, вот для сибирского региона, для средней полосы России, его рекомендуют размещать в теплицах. Но я сразу скажу, что он у меня рос и в открытом грунте. Но вот эти последние три года, что я его выращивала, у нас был идеальный климат, у нас было жаркое лето, у нас была такая погода, ну как благоприятная для томатов. И я не знаю, как бы он себя повел, если бы у нас было вот такое лето холодное. Вот бывает холодное дождливое лето, ничего не могу сказать. Но теоретически уже различия даже в этом есть, что Кенигсберг золотой адаптирован к нашему холодному климату. Вот я живу в сибирском регионе, он для нас. А южный загар, это считается южный сорт. Но название у него такое, что южный загар. И когда вы выбираете вот из этих двух сортов, если вы живете в холодном регионе, то все-таки возможно предпочтение лучше бы отдать Кенигсбергу золотому, потому что он изначально предназначен для этого. Но южный загар тоже хороший, он у меня обозревает. И, конечно, все это зависит от погодных условий. Бывает, наверное, такое лето, может быть, что даже и Кенигсберг золотой плохо себя покажет. Вот с чего я начала, подведем итог. Два сорта совершенно одинаковых. Если вы посеете эти семечки и не подпишете, вы придете летом, вы можете даже запутаться, где южный загар, а где Кенигсберг золотой. Потому что одинаковые высоты вырастет у вас геревца, вот этот куст. Одинаковые формы плоды. Они одинаково у вас сначала пожелтеют, потом станут такими, как с коралловым даже оттенком, таким он не желтый, а вот именно золотой, такой золотистый, такой оранжевый такой. Ну, очень красивые, короче, плоды. Если вы будете их дегустировать, вы тоже их не различите. Он и этот сладкий, и этот. На изломе мякоть такая мясистая, сахаристая, очень вкусная. Для салатов идеально. Подходит для диетического питания, для детского питания, для тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что вот этой кислинки, кислоты очень мало в томатах. Но имейте в виду, что южный загар, он считается более теплолюбивым, а Кенигсберг золотой, более холодостойким. Всё. Вот про эти два сорта, из чего я начала, что два одинаковых сорта, если у вас есть, например, какой-то один сорт, и у вас мало места на огороде, то второй сорт, я думаю, даже приобретать не стоит, потому что точно такой же сорт, точно с такими же характеристиками. Лучше купите какую-нибудь другую новинку. Я выращивала оба сорта, я вот посмотрела, и я говорю, что плоды и вкус ничем не различишь. Всё, до свидания. Это вот были те один... А-а-а! Подождите, забыла. В этом году к ним третья подружка ещё присоединилась, которая точно такой же формы. Ракета желтая. Впервые я выращивала, потому что я думала всегда, что у меня был сорт ракета, ну вот красный обычный. Я думала, что ракета желтая вырастет тоже такая вот пальчиком, ну такой формы, только желтый. А выросло такое чудо, он индотерминатный, он вот такой же, как Кенигсберг, ну можно сказать, что крупноплодный, потому что 200-250 грамм до 300. Он такой же перцевидный, вытянутый, прям огромный, такой же сначала желтый, потом оранжево-коралловый, такой же сладкий, такой же вкусный. Ещё один сорт Близнецк, к Кенигсбергу золотому и к южному загару. Так что вы можете один из трёх сортов всего приобрести, или ракета желтая, или Кенигсберг золотой, или южный загар, а второй и третий сорт можно даже не покупать. Вот идентичные, я вот на своём опыте, в этом году росли все три сорта. И когда сорвёшь их, если не подпишешь, уложишь на блюдо, вы их не различите, ни по размеру, ни по внешнему виду, ни по вкусу, ни почему. Все три эндотерминатные, все требуют ухода. Короче, это сорта Близнецк. Всё, до свидания.